Добрый вечер! Пришло время подвести итоги этого дня. В студии вместе с вами Игорь Матаев. В начале выпуска коротко о главном. Оценка деятельности губернатора Алтайского края Виктора Томенко выросла на 13%. Такие данные приводит российский медиахолдинг РБК со ссылкой на закрытые социальные исследования по заказу администрации президента. Квартплата в разы больше. Затоплены подвалы, трещины на стенах. Жители Новоалтайска стали заложниками своего ТСЖ. Как сменить правление собственников жилья? Делегация врачей из Германии приехала в Алтайский край для обмена знаниями со специалистами из нашего региона. О чем договорились стороны? Оценка деятельности губернатора Алтайского края Виктора Томенко существенно выросла. Такие данные приводит российский медиахолдинг РБК со ссылкой на закрытые социальные исследования. Их провели по заказу администрации президента в марте 2019 года. В ходе исследований измерились уровень доверия к губернаторам, отношения к их работе, а также запрос на смену руководителя. По данным соцопросов, уровень оценки деятельности Виктора Томенко вырос на 13%. Таким образом, глава региона оказался на втором месте в десятке губернаторов, чью работу оценивают на высоком уровне. 30 алтайских школьников стали победителями проекта «Губернаторский дневник». Некоторые за одну только третью четверть сумели получить больше трехсот пятерок. С отличниками встретился губернатор Виктор Томенко. А вот успеваемости школьников удивлялся наш корреспондент Глеб Полянский. Принять участие в проекте газеты «Комсомольская правда» мог любой алтайский школьник с пятого по одиннадцатый класс. Обязательное условие – учиться на одни пятерки. Каждый ученик присылал бланк с оценками с подписью директора школы. Всего в редакцию поступило около 700 писем со всего края. Лучшие из лучших получили памятные подарки и дневники, подписанные губернатором. Вы поверьте, мы взрослые вами невероятно гордимся и совершенно точно уверены, что если так и будете продолжать, то будущее нашей страны, нашего края, конечно, в надежных руках. Я вас за это благодарю и желаю не останавливаться на достигнутом. После губернаторской автограф-сессии школьники наперебой задавали Виктору Томенко вопросы о его школьной юности, перспективных профессиях будущего и о том, как он видит развитие алтайского края. Одной из тем стали любимые школьные предметы. Глава региона отметил, что всегда хорошо учился, однако некоторые направления вызывали особый интерес. Какое-то время география. Очень физика нравилась, мне кажется, где-то под конец уже учебы, когда пошли такие сложные темы. Там уже пошла какая-то алгебра, геометрия, и она так была... математика разная была какая-то. И помню, что поскольку я уже собрался поступать в институт, я уже над этими предметами усиленно работал. Может, поэтому так больше всего и понравилось. По мнению Виктора Томенко, главный плюс проекта «Губернаторский дневник» в том, что он приучает участников к планомерному труду для достижения цели. А это пригодится им при построении карьеры. Глава региона отвечал на вопросы школьников около часа, а после общение продолжилось в более неформальной обстановке за праздничным тортом. Глеб Поленский, Анатолий Фукс. Новости. Полтора миллиарда рублей дополнительно направят в этом году власти Алтайского края на индексацию зарплат бюджетников и муниципальных служащих. На вопрос, когда жителям стоит ожидать прибавку, председатель АКЗС Александр Романенко ответил в ходе личного приема граждан. Ранее о необходимости индексации заработных плат работникам бюджетной сферы в отчете перед депутатами Краевого парламента, заявил губернатор Виктор Томенко. Глава Новоберезовского сельского совета Первомайского района Галина Выхтор отмечает, зарплаты муниципальных служащих в селах зачастую ниже среднекраевого уровня. Это затрудняет исполнение служебных обязанностей и обостряет кадровую проблему. Александр Романенко напомнил, что выработанный комплекс мер предусматривает индексацию для тех, кто попадает по действиям майских указов президента. И для работников, чья зарплата не превышает минимального размера оплаты труда. Также индексация зарплат муниципальных служащих составит 15%. Предполагается, что соответствующее решение в ближайшее время примут депутаты АКЗС. 30 мая состоится сессия Краевого законодательного собрания. Губернатор на сегодняшний день внес в ЗАГС собрание проект закона о корректировке бюджета. Вот на все эти цели, которые я сейчас говорю, нам потребуется полтора миллиарда рублей. Мы в принципе нашли эти деньги. Предполагаем, что будет перерасчет с первого января. Жители одного из домов в Новоалтайске стали заложниками управляющей компании. Собственники квартиры утверждают, что дом толком не обслуживается, а в платежках неоправданно большие суммы. Винят в этом руководство обслуживающей организации. А вот что с этим делать, расскажем далее. Красивый дом с газовой котельной и облагороженной территорией. Но жители квартир утверждают, что это только на первый взгляд. Где-то уже потрескалась штукатурка, а во дворе и вовсе асфальт. Люди винят управляющую компанию. Четыре года назад на собрании выбрали председателя, тогда еще ТСЖ. Он же был председателем дома. Тогда в голосовании участвовало всего пять человек, так как остальные считались будущими собственниками. С результатами выборов жильцы согласились нехотя, а потом пожалели. Я услышал про эту квитанцию. Мне сказали, что система города пришла, мне 6 тысяч. Я говорю, как 6 тысяч? Я пришла, квитанцию мне быстренько дайте. Они говорят, что ты так кричишь? Я говорю, а вы как сами поступаете? И эта сумма за квартиру площадью 37 квадратных метров. Некоторые жители дому увидели в платежке сумму 8 тысяч рублей. Дом с собственной газовой котельной. Казалось бы, за отопление должны платить меньше, но в квитанциях появляются новые пункты. Поэтому собственники квартир обратились в инспекцию строительного и жилищного надзора. Выявило нарушение по превышению норматива на содержание общего имущества по электроэнергии. Сделало предписание вынести, убрать с квитанции прочие расходы 2, которые также рассчитывались из-за стоимости газа и незаконны. Потому что мы не имеем права сами себе устанавливать тариф какой-либо. Но еще ряд других нарушений. На данный момент ведется более обширная проверка. Когда мы попытались зайти в управляющую компанию, на месте никого не оказалось. Мы связались с председателем по телефону. Александр Данилов рассказал, что тариф устанавливают не они, а все их действия соответствуют предписанию государственной инспекции. Под предписанием тех людей, которые не пользуются водой, но участвовали в циркуляции, эти деньги счислить, а назначислить их тем людям, которые пользуются горячей водой. Выполняю постановление 354 правительства Российской Федерации от 2011 года. Соответственно, так как опять же берется 4 периода, соответственно суммы, конечно, они будут разными. А то, что у нас было решение собрания о том, что все-таки участвуют все, по-моему, что будут для всех греем. И независимо от того, что проживают, не проживают. Ну, скажем так, вот госинспекция усмотрела в этом нарушение 354-го постановления. Но это ее право. Мы выполнили предписание. Поэтому и цифры такие завышенные. Тем не менее, собственники квартир хотят поменять руководство ТСЖ и уже собрали инициативную группу. Для того, чтобы предъявить какие-то претензии нынешнему руководству ТСЖ, нужно собрать определенные доказательства того, что деятельность нынешнего ТСЖ не отвечает требованиям и потребностям данного квартирного дома. То есть, просто он нам не нравится, это не основание. Да, просто он нам не нравится, это, конечно же, не основание. Жители дома не намерены отступать и будут требовать смены руководства. И для доказательства они готовы пойти даже в правоохранительные органы. А вот председатель управляющей компании уверен, что права на его стороне. Анастасия Борисова, Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости. Отопительный сезон завершился в крае сегодня. Напомню, начался он 20 сентября и продлился 34 недели. На подготовку к работе в осенне-зимний период выделили почти 4 миллиарда рублей. Сегодня ресурсоснабжающие предприятия приступили к подготовке будущего отопительного сезона. Сейчас формируется график проверок муниципальных учреждений на наличие замечаний. Такие Минстрой начнет проводить с июня. К началу отопительного периода необходимо подготовить более 1800 котельных, около 3000 километров тепловых и 14000 километров водопроводных сетей. Кроме этого, нужно провести ремонт основного и вспомогательного оборудования. На эти цели будет направлено 4 миллиарда 900 миллионов рублей. На поставку угля для муниципальных нужд на предстоящий осенне-зимний сезон готовится аукцион. В Краевой столице проверили, как сохранились дороги, которые отремонтировали год назад. На улицы Барнаула выехали сотрудники Министерства транспорта края, городской администрации, а также Общероссийский народный фронт. Проверили 77 участков дорог. Повреждения нашли на 13. Это улицы Дальняя, Димитрово, Молодежная, Максима Горького, Гоголя и Попова. Покрытие пришло в негодность из-за зимних аварий на коммунальных сетях. Приводить их в порядок будут обслуживающие организации. Работу не примут, пока участки дорог не восстановят надлежащим образом. Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев отметил, что работы по ремонту дорог и инженерных сетей необходимо синхронизировать. Делать это будут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Наши планы до 2024 года сформированы. Мы собираем совещания со всеми ресурсовиками, их более 15 в городе, то есть различных форм собственности. Впоследствии эти планы синхронизируются, и мы понимаем, что те или иные объекты будут выполняться в определенный период. Тогда мы свои дорожные работы откладываем на последующую часть. Кстати, вчера барнаульские энергетики начали ремонт тепловых сетей на улицах города. Так они готовятся к следующему отопительному сезону. Движение транспорта на некоторых улицах краевой столицы ограничат. Это треть улицы энтузиастов по четной стороне. Там работы пройдут до 19 июня. До 5 июня закроют половину проезжей части на четной стороне Антона Петрова и улицы Шукшина. На время ремонта участка тепловой сети по улице Попова в районе жилых домов номер 157 и 208А будет ограничено движение транспорта по четной и нечетной сторонам до 14 июня. Четырехлетний мальчик утонул в реке Каменка в селе Залесово. Тело обнаружили 12 мая. По данным следствия, мальчик вместе с другими детьми стоял на мостике через Каменку и кидал в воду камни. А потом поскользнулся и упал в реку. Сейчас проводится доследственная проверка. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, Следственное управление Следственного комитета по краю обращается к жителям региона во избежание трагедий более внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра, а также проводить беседы с несовершеннолетними о правилах поведения вблизи водоемов. И о других происшествиях края. Бездомная собака искусала ребенка в Барнауле. По факту инцидента следком начал проверку. ЧП произошло в поселке Черницк. Следователи проверят действия должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входит следить за отловом бездомных животных. Необходимо отметить, что после того, как органы Следственного комитета вмешались в ситуацию, бездомный пёс был отловлен специализированными службами. И в настоящее время безопасности жителей поселка, в том числе детей, ничего не угрожает. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Делегация врачей из Германии приехала в Алтайский край для обмена знаниями со специалистами из нашего региона. Они побывали в крупнейших медучреждениях региона, в том числе кардио- и диагностических центрах, а также в онкодиспансере «Надежда». О чём договорились алтайские врачи с зарубежной делегацией, расскажет Полина Жданова. Известно, что в Алтайском крае сохраняется проблема кадрового голода в сфере здравоохранения. Однако, кажется, выход есть. Теперь те специалисты, которые будут приезжать в наш регион работать, смогут проходить стажировки в Германии. Молодым врачам опыт и знания о краю приток грамотных докторов. В рамках национального проекта здравоохранения в Алтайском крае начали продвижение экспорта медицинских услуг. Что это значит? В первую очередь обмен знаниями, технологиями, ресурсами со специалистами из ближнего зарубежья и Европы. Обменяться опытом с коллегами в край приехали представители одного из крупнейших немецких медицинских концернов «Асклепиос» – Петер Мюллер и Асад Кутуб. Они изучили работу наших медицинских центров, оценили уровень подготовки специалистов. Тем, что увидели, остались довольны. И по-прежнему готовы к совместной работе. Для нас это будет шанс. Мы постараемся его использовать. В рамках соглашения закрепляя, дальше вас информируя, это будет выстраиваться таким образом, что каждое лечебное учреждение, которое сегодня было, во-первых, представлено, будет заключать договор, соглашение непосредственно с клиникой. А это концерт, огромный концерт с севера Германии, 150 клиник, разнопрофильный. Вот в последующем выстраиваем взаимодействие, естественно, под патронажем министерства. Обмен знаниями на дистанционных мастер-классах и стажировке в немецких клиниках – это еще не все, о чем-то говорили из стороны. Еще можно будет вести и лечить пациентов вместе при помощи телемедицины. Алтайские врачи говорят, что хотели бы перенять лучшие навыки оказания медицинских услуг у иностранных коллег и повысить результаты лечения пациентов краевых клиник. Я хочу сказать, что мы хотим перейти к конкретно практическим действиям, в том числе в области телемедицины. И мы как раз-таки подискутировали с коллегами, обсудили все необходимые практические шаги с точки зрения юридических аспектов и как это осуществить наиболее интенсивным образом и взаимодействовать в направлении обоюдно. В ближайших планах – проведение ряда мастер-классов от немецких врачей по хирургии и лечению онкологии. Также, говорят, алтайские медики в долгосрочной перспективе рассматривают возможность расширения медицинского туризма в регионе. То есть наши санатории и профилактории в ближайшие годы будут готовы с радостью принимать на реабилитацию пациентов не только со всей страны, но и из зарубежья. Полина Жданова, Алексей Шаульский. Новости. Более 200 выпускников крупнейших театральных вузов России покажут свои дипломные спектакли на сцене Алтайского музыкального театра. Всю неделю в Барнауле будет проходить театральный фестиваль «Шаг». В нашем крае он стартует в юбилейный пятый раз. На открытии побывала моя коллега Елизавета Конева. Яркие и талантливые начинающие актеры из Москвы, Перми, Иркутска, Новосибирска, Кемерово собрались в одном зале Алтайского музыкального театра. На юбилейный фестиваль «Шаг» съехались выпускники театральных вузов, чтобы обменяться опытом с коллегами по сцене. Теперь у каждого из них есть все шансы пополнить трупы алтайских театров, включая актеров и из других регионов страны. Каждый год у нас фестиваль не проходит бесследно. Обязательно есть выпускники, которые остаются в нашем крае. Это и в нашем театре, и в молодежном театре. Есть выпускники, которые приезжали на фестиваль и стали вот здесь работать и работают по сей день. Если тебя заметят, то тогда перед тобой открываются неограниченные возможности. На самом деле у нас очень многие ребята хотят, чтобы их заметили. А вот если наш Алтайский театр пригласит к себе на работу, пойдешь? Пойду. Мне понравился город. Почетным гостем фестиваля и членом жюри стала актриса российских мюзиклов Ли Карула. Настоящий корифей в этом жанре. Вот уже четыре года она художественный руководитель артистов мюзиклов в ГИТИСе. Из столицы прилетела, чтобы поделиться опытом с молодыми артистами. Посмотреть, как развивается у нас народ, какие есть тенденции, потом чего не хватает, чем помочь, каким советам. Я как раз таки верю в то, что все самое талантливое где-то по провинциям разбросано. Поэтому я желаю, чтобы были возможности ехать и развиваться не только в Москву, это есть и Петербург, а может быть и другие страны тоже. Всего в юбилейную программу вошли 11 спектаклей разных жанров. После каждого выступления жюри будут обсуждать работу студентов. Не только с руководителями курсов, но и со всеми участниками. Также от жюри пройдут мастер-классы по актерскому мастерту, вокалу и хореографии. Завершится фестиваль 17 мая на набережной Барнаула. Под открытым небом. Вход свободный. Елизавета Конева, Михаил Лифуншан, Анатолий Фукс. Новости. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что провели этот день вместе с нами. С вами был Егор Матаев. Увидимся в эфире завтра утром. До встречи.